Когда мне Радислав сказал, слушай, мне приходится использовать в своих презентациях какие-то истории, часто чужие, часто какие-то другие. А вот часто иногда, он очень часто рассказывает обо мне, как выяснилось потом, а в результате надо просто рассказывать о себе. Нормальная ситуация. Каждый из вас хочет нажить. Вы ходите на работу, потому что вы хотите зарабатывать. Если он скажет, а можно поработать и бесплатно, скажите, можно, но не сейчас. И тут приходят администраты и говорят, слушайте, не просядьте все, начните заниматься приятного. Самое счастливое ощущение, когда я выбегаю на красную дорожку по Франкфурте возле центральной ратуши, красная дорожка, миллион людей. Это для Франкфурта номер один вообще мероприятие в году. Лучше, чем футбол и всякие там, и все остальное вместе взятое. Выбегаю, бегу и вижу 9.58. У меня было ощущение, что у меня встал. Говорит, я хочу быть счастливым. Второе, кто-то говорит, ну, там, если выпьет там с друзьями, я говорю, да, я вообще, конечно, хочу быть счастливым. Кто-то несчастный, но тоже в душе, в душе несчастный, а вот внутри он все равно хочет быть счастливым. Я говорю о другом, что вот то, о чем я говорю, вот образ жизни, приятного и некий вот такой уровень соревновальности, он дает вам надежду на то, что та таблетка, которую вы принимаете, это таблетка вечного счастья. Понимаете? Я привык профессионально ко всему относиться. То есть, если уже заниматься, там, марафоном, да, то надо заниматься непрофессионально. Если заниматься профессионально, то надо прийти к профессионалам, которые имеют подтвержденный результат, спросить, как они это делают, вот взять эту технологию, наложить на себя и как-то попробовать ее конвертировать в результат, монетизировать, сейчас новая злобность, хорошая. Еще одно правило, очень важное, если ты хочешь бежать быстро, тебе надо уметь бежать с одинаковой скоростью. Надо найти свою скорость и бежать с ней одинаково. Тут есть это дело. Это большая-большая тренировка. Очень большая. К Ленцу я отношусь как к великому спортсмену. Я считаю, что он очень крутой чувак. Я начал погружаться в научное, психологическое описание, что такое обида. Обида – это изменение эмоционального состояния на базе неоправданных ожиданий. Теперь, как это трансформировать? Я Ленц. У меня есть ожидание, что я Ленца могу выиграть? Нет. У меня есть ожидание, что... Обидно ли мне за какого-то Васю, который соревнуется с Ленцами, который проигрывает Ленцу? Нет. У меня нет ожиданий. Я воспринимаю мир такой, какой он есть. Ленц – великий велоглот, великий спортсмен, профессионально относящийся к себе, к тому, чему он занимается. Прежде всего, мне нравится профессионализм в отношении к тому, чему он великий профессионал. Он превратился в машину для зарабатывания денег. Когда мне кто-то в Фейсбуке пишет, вот, я тренировался, у меня болит нога, можно ли так бежать без желчного пузыря? Меня только лили желчный пузырь. Слушайте, люди могут слепые, без глаз, без ног, бегать и ездить. Поэтому, ну, то, что Вы придумываете себе какие-то основания для того, чтобы чего-то не делать, это не ко мне. Ну, опять же таки, если вернуться к первичальному тезису, я стремлюсь быть счастливым. Я вытаскиваю из жизни, из того, что меня окружает, какие-то темы, которые меня дают, дают позитивные эмоции, и их делаю. Мне это нравится. И так я и с этими тысячными мгновениями окружаю свою жизнь. Понятно, что туда попадает какая-то побочка, какое-то что-то неприятное. Но, как я восстанавливаюсь, вот у меня сейчас стрессующая такая ситуация на работе, да? Я восстанавливаюсь в том числе и спортом. То есть я там сел, завтыкал 4 часа на велосипеде. Я опустошился физически, но морально я восстановился. Я могу любое говно выбегать кроссом. 45 минут кросса, оно тебя успокаивает. Все, что ты переживаешь, оно все выбегается. Причем ты начнешь понимать с первой минуты, когда ты сделаешь несколько первых шагов. Надо всегда людям говорить то, что ты от них хочешь, глядя в глаза. Не стесняться, не надо искать поддержки, не надо искать между строк. Надо всегда делать то, что нужно делать. Спорт, это должна быть привычка. Как курить, дрочить, пить, все это привычки. Вот спорт должен быть биофизической привычкой. Когда ты создал эту привычку, она у тебя есть, ты ее пользуешься. А когда ты ее не создал, у тебя ее нет, ты ее не пользуешься.